Здравствуйте, дорогие мои подписчики на канале Институт Огородных Девиц. Здравствуйте, гости канала. И у нас, поскольку уже конец августа, вот-вот прямо на пятки наступает конец августа, и нам очень хочется, чтобы наши растения, которые будут посажены вновь, это озимые культуры, это чеснок, у кого-то озимая рожь, у кого-то там сейчас будет посев горчицы. Не надо думать, что горчица может вырасти какая попала, и она вам все-таки поработает. Нет, милые мои. Надо, чтобы все было действительно соответствующе и сорту, и виду, и росту, и так далее. Поэтому для того, чтобы растения были полноценными, и их работа была очень полезной, нужно, конечно, использовать удобрения. Осенние удобрения существуют, и в них, как правило, наименьшее количество азота, чтобы не, знаете, не дать возможность растению долго держать лист на себе, долго держать зеленую массу. Но и такие растения существуют. У нас, например, земляники, щавель, лук-батон. Это все растения долгоиграющие. Земляника вообще вечно зеленая, она уйдет зеленая и выйдет зеленая весной. Поэтому удобрения с азотом. А если еще там и циолит, то есть это очень активный кремний, крайне необходимый растению, то, конечно же, вносить нужно. Тем более, если вы скосили земляники, свои клубники, то сейчас кормление и азотом, и удобрениями такого рода тоже крайне необходимы. Значит, хочу познакомить вас с удобрением от торговой марки Бонафорте. Профессионал. И называется это «Шаг к защите растений зимой». То есть растения, которые вы посадите уже как бы за 3-4 недели до наступления низких положительных температур, такие как лук под зиму, чеснок озимый, это какие-то цветочные культуры, но все требует удобрения, которое защитит растение. Понимаете, не только будет его питать, но и защитит его. В этом очень важное обстоятельство, без которого не обойтись. Потому что запихать-то можно. Только что вы получите весной. Вот в чем вопрос. Потом у нас есть посевы, например, Вот вижу даже отсюда рядочки лука-чернушки, который 3 июля сеялся. И между ними, между рядами, в борозду тоже нужно внести подобное удобрение. Потому что ему тоже требуется защита. Понимаете? И, конечно же, там, где будет просто вспахано и вскопано, Это, например, я бы рекомендовала вам всегда перекапывать с оборотом пласта весь участок свободный, но перед перекопкой или вспашкой внести обязательно подобное удобрение. В его составе находится очень много, значит, элементов. Это и, смотрите, азот, фосфор, калий, биодоступные кремнии, циолит, магний, кальций. Все вещества, которые участвуют в самой интенсивной стадии развития растения. Вот что важно. И если в вашей почве уже с осени будет введено подобное удобрение, ну и весной вы получите хороший результат, можете потом внести, если вы копаете снова, можете внести уже полное комплексное удобрение овощное, либо цветочное, либо там, да, тоже под торговой маркой Бонафорта. У них целая линейка прекрасных удобрений. То уже голова у вас все лето болеть не будет. Ну да, мы будем отступать только в том случае, да, по листу обработаем или одну подкормку там две сделаем за лето. Но ведь мы делаем какими удобрениями? Органическими, 100% органическими. Вы должны понимать это. И если вы это понимаете, что красота плодов, которые вы получите, зелени, которую вы получите, она зависит от чего? От того, что прошел дождь или нет? Да, от плодородия почвы она зависит. Понимаете, это красота вся. И все элементы, включенные вот в это удобрение, конечно же, будут работать только 100% на все наши желания. Шаг к защите растения зимой. Без нитратов. Ну, куда уж лучше-то? Универсальное, осеннее, пролонгированное, то есть долго работающее гранулированное удобрение. Очень хорошая упаковка. Это килограммовая упаковка. И вы можете использовать его при посадке кустарников и деревьев в осенний период. Даже если вы в прикопку будете складывать, вы внесете в почву вокруг, в прикопке в этой траншеи, внесете это удобрение. И, конечно же, лунки, приготовленные с осени для весны, для пересадки растений из прикопки в лунку, в лунке тоже должно быть уже это удобрение, чтобы вам весной не напортачить и не насыпать на корни растения. Вы должны сделать все так, как я вам рекомендую. Лунку выкопали, вытащили почву, смешали с удобрением, вернули назад, прикрыли 5 сантиметров. И до весны пусть стоит, ждет, когда потом, рано, весной, из прикопки вы вытащите растения и посадите в эту лунку. И обязательно помните, что есть основное внесение, да, это удобрение равномерно рассыпает по поверхности почвы и проводит спашку или перекопку или рыхление осенью. Значит, при посеве и посадке удобрение вносят в редкие лунки и перемешивают с почвой или с почвой из посадочной ямы. Но потом прикрыв все-таки слоем почвы, чтобы корни не коснулись. И это обязательно. И дальше, подкормки. Удобрение равномерно распределяет между рядами растения в междуряде или по поверхности почвы. И с последующей заделкой удобрение рыхлением. Рекомендуется обильно полить после этой манипуляции. Земляника. Сейчас подкормка после сбора урожая. Газонные травы. Подкормка после последнего скашивания осенью. То есть дать возможность отрасти зеленой массе. Так же, как и землянике, и газону, и щавелю, и луку-батуну. Обязательно для того, чтобы растение снова весной могло проснуться и успешно вегетировать. Вот это я тут щелкаю. Я открываю эту емкость. Наклоним вот так. Посмотрите. Розово-серое. Очаровательно просто. Какая красота. Вот умеют боннафортовцы подать все это в лучшем виде. Вот мерная ложечка. Пожалуйста, 50 миллилитров. Все очень удобно и все рассчитано. Количество, которое вам понадобится для основного внесения, или для посадки, или для подкормки, вот здесь, вот здесь все расписано от и до. И все по-русски. Заметьте. Да? Прямо в граммах. Прямо в ложечках. Все как надо. И я вас очень прошу. Ну, вы же уже со мной так давно, и вы же мне верите, правда? Ну, не ждите, когда растения будут хватать вас за брюки или за халатики, и пищайте, что, ну, хоть немножечко, хоть чайную ложечку. Ну, дайте нам вкусненького. Ну, пожалуйста, дайте растениям скоро зима. Пускай они подготовятся к зиме. И пускай это удобрение их защитит. Ну, на этом все. Всего доброго вам и до свидания. А как приобрести это? Да очень просто. По ссылочке, под видео, как всегда, вся информация там. И вы все увидите, и все узнаете, и сколько стоит, и где купить. Пока-пока.